здравствуйте вот и пришла середина у нас ноября и это значит что пора начать сеять эустому дело в том что если ее посеять в феврале как раньше делала это я то она начинает свести где-то в августе поэтому если вы хотите чтоб она зацвела в июле то сеем в январе если хотите чтобы зацвела в июне то сеем в декабре в принципе посев уже можно начать делать цветет она довольно долго обильно красиво поэтому я рекомендую что вот уже ноябре начать подготовку и в декабре конце ноября уже делать посев сегодня покажу от посева до урожая стомы как это было у меня в прошлом году и так я взяла контейнеры взяла разные сорта я рекомендую именно разные сорта потому что это выглядит красиво эстетично каждый сорт можно пронумеровать подписать семена очень мелкие в принципе их можно разложить я всегда выращиваю в чистом торфе торф верховой нейтральный я покупаю агробалт синий вы можете взять торфяные таблетки размочить их отжать снять вот эту оболочку и можно выращивать уже без них очень удобно дело в том что устома растет очень долго она массу набирает несколько месяцев то есть от всходов может пройти около месяца если семена старые то сходить будет очень очень долго имейте это ввиду и так смотрите торф разложили в контейнер и сверху на поверхности именно торфа раскладываем семена обязательно сверху надо увлажнить я порой увлажняю до того момента что вот эти капсулки желтые или белые они растворились чтобы семена взошли лучше обязательно надо накрывать чтобы было высокая была высокая влажность именно в контейнере чтобы вот эти семена размокали потому что бывает такое что вот эти вот семена они не размокают и поэтому не сходит многие жалуются на то что очень плохая всхожесть всхожесть плохая от того что вот эти вот оболочка она не раскрывается и чтобы она раскрылась надо вот именно хорошо опрыскивать чтобы она вот распалась и тогда семена сходят первые сходы появляется как правило уже через две недели стома растет очень очень медленно если у вас не появилась за месяц никаких сходов то ждать уже какого-то результата не стоит но обращайте внимание на капсулку она должна раствориться чтобы вот семечки чтобы растение уже взошло и так смотрите прошел месяц после посева и у нас вот такие вот маленькие сходики начинает появляться вторая пара настоящих листиков процесс этот долгий поэтому я рекомендую сажать не сразу в торфяные таблетки потому что растут они медленно занимают много места а в таких контейнерах вы можете держать это растение около трех месяцев вот видите уже вторая пара листов даже уже третья пара листов намечается вот такие вот хорошенькие у нас растения во время вот такого вот роста я не кормлю никогда свою устому то есть я начинаю кормить если вам покажу стадию растения это примерно где-то после второго месяца вот она все растет 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 и развивается хорошие такие растения медленно развивающиеся вот смотрите прошло ровно два или три месяца вот такие вот они большие их пара пикировать вот на этой стадии вы можете их пересадить в торфяные таблетки а многих выращивают вермикулите я потом еще сниму как отдельное видео в этом году я еще не начинала посев буду делать чуть попозже ближе концу ноября вот берем тот же торф верховой нейтральный намочила его чтобы он был влажный чистой водой ничего туда не добавляла делайте просто дырочку и рассаживайте и устома довольно хорошо приживается единственный минус что корневая у нее пока еще небольшая и она первые две недельки будет наращивать корневую систему тут вы можете подкормить ее монокалием фосфатом добавить туда например аминокислоты и корневая будет достаточно бешено развиваться вот когда корневая будет окутать весь ком вот этого стаканчика это стаканчики на 100 миллилитров тогда начнут она растить зелень вот тогда можно кормить уже на зелень где больше азота фосфора и калия все вместе тогда хорошо растет зеленая масса принципе к высадке уже в грунт они довольно будет уже приличные ну и к грунту обычно уже когда они большенькие становятся я их пикеру уже стаканчики на 200 миллилитров и уже в 200 миллилитров они у меня уходит уже на дачу я их раньше продавала на авито принципе рассада устома стоила даже еще тогда в пределах 150 200 рублей вот за один такой росток что довольно я считаю прибыльно разбивали довольно хорошо бывает вот так что вот такая вот хорошая рассада может быть для кого-то бизнес вы выращиваете покупаете семена есть с недорогие если их брать оптом то это недорого и смотрите один пакетик стоит примерно 100 рублей и в нем 5 семян вот это выходит у нас где-то 20 рублей за семечко но потом вот этот росток продадите за 200 рублей уже к маю такой неплохой бизнес как говорится и растут они медленно занимают немного места подсветку тоже они как бы не сильно большую требует то есть не крупные небольшие лампы небольшой такой вольтаж раньше хорошо даже росли по 20 ваттами сейчас у меня довольно мощные лампы и под мощными лампами они конечно быстрее набирают массу и рост и вот это тоже имейте ввиду кто-то кажется затраты но одну часть оставляем всегда себе потом увозим в огород вот вот такие даже маленькие они хорошо приживаются и отлично растут выпадов у нее как правило нету был у меня как-то год я их посадила около 100 штук и коты у меня уронили весь контейнер со устомой и перемешали все сорта пришлось то что вот собрала пикировать но уже без названий и все уехали на дачу потом я их увожу на дачу и сажаю уже в открытый грунт вот так они цветут минницы зацветают пораньше уже в начале августа цвели крупные которые высокие по 80 сантиметров да они зацветают попозже то есть они массу долго набирают ночи довольно красивые похоже цветы очень похожи на подснежники красивенькие такие не розы конечно у нее розы на даче есть но розы они растут растут и никого не трогает а вот целый стону приходится немного заморачиваться на рассаду если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена